Друзья, всем привет! Сегодня очередной яркий летний солнечный день, 20 июня на дворе, ну а мы снимаем очередную серию дневника Mazda 6. Всем вновь присоединившимся или случайно зашедшим на этот ролик напоминаю, автомобиль был куплен 8 марта 2015 года и на протяжении всего этого времени я регулярно снимаю про него видеоролики, где рассказываю о его состоянии, ввиду, так сказать, дневник автомобиля. Эту серию мы снимали на протяжении 10 дней, действия будут происходить в разных местах, поэтому примите это во внимание. Ну а начнём с не самой приятной истории для меня в начале июня. На автомобиле я сбил собаку и разбил бампер. Именно с этого мы сейчас и начинаем. Поехали! Итак, друзья, сегодня вообще 13 июня. Заранее снимаю видеозапись, чтобы вам всё показать. Вот за эту шкуру сразу хочу, там, не знаю, принести извинения. Вот, видали? О, оператор меня одел. На выходных был у нас шопинг, поэтому сегодня я модный телеведущий. Просто халат какой-то. Ну ладно, суть не в этом. Можешь даже ничего не писать. Смотрите, какая ситуация произошла со мной. На днях я выезжаю с торгового центра, еду через дворы, начинаю разгоняться, выезжаю уже, можно сказать, на автостраду. И тут вдруг, откуда ни возить, просто-напросто на дорогу выходит собака. Здоровый такой белый кабелёк. Вот примерно вот такого же цвета. Значит, у меня вообще в машине висит видеорегистратор. Я вам даже думал то, что вот есть возможность показать, как это всё произошло. Но, помню, пару недель назад прихожу я такой покупать себе на него SD-карту. И решил сэкономить, купил 8 гигабайт. Соответственно, пока я доехал до дома, пришёл домой с флешкой, уже все записи пошли писаться по новой. Поэтому, рассказываю, как это было. Собака вот примерно вот такого роста. Выходит просто-напросто на дорогу, прям резко выходит. Останавливается вот так, смотрит на меня. И у него прям глаза такие огромные. Я уже оттормаживаюсь. И я вижу просто, она стоит, она так офигела. У него прям уши раз назад. В итоге собаку я успешно сбиваю. Но, я вам скажу честно, я уже практически остановился. Поэтому удар был не сильный. Собака жила, цела, здорова. Убежала, она потом ещё пару раз вообще выходила посмотреть. Вроде как, ну как-то там нормально всё. Ты вот там звенишь, что так вот получилось. Суть, покажи, пожалуйста, поближе всё. Удар был в правую сторону. Я пытался выехать немного на встречную полосу. Но, естественно, движение было такое активное. Поэтому было делать это небезопасно. Противотуманка, жива, здорова. Омыватель фары, жив, цел, здоров. Оптика, жива, цел, здоров. Это самое главное. Получается, лопнул только бампер. Он вышел из своих пасов, поотлетали клипсы. Поэтому он, он полопался. Потерянных элементов у меня, к счастью, нет. То есть, всё это можно собрать. Что я, собственно, сейчас и буду делать. Я отправляюсь сейчас к одному из своих знакомых. Он мне аккуратненько снимает бампер. Ключок бензобаха и цвет мы уже подобрали. Уже всё это есть в наличии. Будет шкурить, будет паять, собирать. Всю процедуру я вам показывать не буду. Таких видеороликов в интернете полно. Скажу вам одно. Цена вопроса 8 тысяч рублей. С учётом того, демонтажа, краска, работы и так далее. Я торговаться не стал. 8 тысяч нормальная цена. При условии того, что 23 тысячи рублей стоит сам бампер. Вот новый бампер вы купите без покраски. 23 тысячи вы отдадите. Ну вот такая теперь картина у нас получается. Сейчас, конечно, прикольно. Едешь просто как мародёр такой, знаешь, разбойник на дороге. Но в тот день, когда я, конечно, эту собаку задел, было вообще не до смеха. Первый час даже не хотелось разговаривать. Просто не хотелось ничего обсуждать. А сегодня вот так. То есть получается сейчас у нас вторник. В пятницу утром я еду обратно одевать бампер. Секунда времени, а бампер-то у нас совсем новый. Давайте подведём лёгкий итог. Во вторник вечером сдал, сняли всё. В среда-четверг делали, в пятницу утром одели. 8 тысяч рублей. Что из косяков можно отметить? Ну вот эта часть, если пальцем проводить, да, вот от крыла и раз в бампере упираемся. То есть на 2 миллиметра выступает. С той стороны такого нет. Вот здесь, напоминаю, был удар у нас. Косячок-косячок. По покраске особо, в принципе, придраться не к чему. Подтёков не замечено. Всё сделано хорошо. Я бы поставил оценку, ну вот за исключением косяка, ну 5 с минусом. Особенно цена-качество, я вообще доволен. Дырок нет, ничего нет, бампер как новый. В предпоследнем ролике я как-то говорил то, что у меня была проблема с дворниками. А именно был постоянный скрип. Как я её решил? На самом деле многие давали совет, то что проверю угол наклона. Ничего из этого было не нарушено. Была проблема именно в самих щётках. Щётки были хреновые, откровенные. Я когда пришёл к одному человеку, он говорит сразу, что на них все постоянно жалуются. Не знаю, зачем тебе посоветовали их в магазине. В итоге сейчас стоят оригинальные щётки. И скрип ушёл. Также сделал антидождь, лобового стекла и пассажирских стекол, ну передних, боковых. 120, если по трассе ехать, тогда действительно она убегает. То есть можно даже дворники реально не включать. В городе же, когда ты едешь, 40, 60. Особого эффекта от неё вообще нет. Сегодня у машины 78 тысяч пробег. 3 тысячи назад было сделано техническое обслуживание. Ну первое, что я сделал, заменил свечи, поставил оригинальные, родные. Далее залили масло в двигатель. В общем, всё по мелочам. Ничего критичного в подкапотном пространстве не было обнаружено. Ролик натяжителя исправен, ремень исправен. Заменил частично масло в коробке. Как вы помните, правильно снимали отдельный ролик. Что сказать из отзывов? Да ничего не почувствовал. Сказать такое, что прям вау, прям суперэффект появился. Ничего не появилось. Отмечу одно, что когда я вышел из технического обслуживания и поехал домой, вот я вышел на трассу 140-160 разгоняюсь, жму в пол, машина действительно прям летела. Была хорошая погода, разгонялась очень бодренько. То есть раньше так бывало, ну вяло она ехала на таких скоростях. Вот 160 нажимаешь в пол, ну едет, но тяжело. В этот же раз все пошло немного иначе, стало более бодрой. В остальном все осталось без изменений. Касаемо вот подкапотного пространства, а именно пыли. Друзья, ну это пыль, это не грязь. Вот некоторые пишут, что когда моешь подкапотное пространство, это хорошо. Грязь подкапот влияет на теплообмен. Пацаны, посмотрите просто в интернете, что такое реально грязное подкапотное пространство. Это просто-напросто пыль. Никак она на работу двигателя здесь точно не сказывается. Поэтому кто хочет, пожалуйста, мойте. Я же считаю, что это не критично, поэтому на этом, внимание, я застрять не буду. Пойдемте дальше. А сейчас информация будет полезна для всех владельцев масс, которые находятся еще на гарантии. Смотрите, вот здесь на руле в местах стыков образуются затертости. У некоторых вот эта часть вообще прям сильно затирается. Вот у меня по стыкам все это есть, затертости повторяются. Когда был на последнем техническом обслуживании, признали как гарантийный случай. Для того, чтобы признать, мастер может сделать это самостоятельно. Ему не нужно фотографировать и куда-то отправлять на согласование. Так он, конечно, должен делать, если будет какая-то спорная ситуация. Ну, условно, ты приедешь, скажешь, затертости есть, он тебе скажет, нет, затертости. Можно требовать, чтобы фотографировал и отправлял там уже дальше, ну, дальше, как в суд. Вот. Приятно, приятно то, что поменяют руль по гарантии. Подчеркну, что его не будут менять полностью. Мне не поставят там руль от обновленной Мазды. Нет. Снимут вот эту болванку и поставят новую. На основании этого рекомендую всем при прохождении очередного технического обслуживания обратить на это внимание. Но подходите ко всему с головой. Вот если вы увидите там всякую-то маленькую затертость, которую вы сами сделали там кольцом, пытаться ехать качать права не стоит. Все нужно делать адекватно. Если вы видите то, что реально руль затирается, а пробег небольшой, там даже пусть 50 тысяч, можно ехать, предъявлять претензии. В остальном же по салону никаких новых сверчков или скрипов не появилось. Но многие отмечают проблему с музыкой. Это действительно и есть, когда громко ее слушаешь, что начинают динамики хрипеть, дребезжать, свистеть, скрипеть. Как угодно можете это назвать. Как решить эту проблему? Ну нужно шумить дверь. Никаких альтернатив, типа ну где-нибудь подкрутить болтик, приехать к официальному дилеру, начать качать права и говорить то, что вот что это за фигня, не поможет, говорю вам сразу. Едем, делаем нормальную шумоизоляцию, потому что музыка здесь стоит обычная. И делать к ней претензии, то что вот почему она так плохо играет, не стоит. Пару слов хочу сказать за подвеску в сочетании с 19 дисками. Когда я покупал автомобиль, я думал то, что он будет очень жесткий. В процессе эксплуатации я понял то, что нифига это не так. У меня в городе, я вам уже неоднократно говорил то, что дороги в принципе хорошие. Вообще вот я езжу по Москве, Московской области, поэтому куда-то влетать в ямы, в разбойны, это бывает, но это бывает очень редко. Подвеска в хорошем сейчас состоянии, менять здесь ничего не нужно, ремонтировать ничего не нужно. И я очень рад, что она настроена больше на спортивную езду на большой скорости. Я понимаю то, что нельзя этого делать, нельзя гонять очень быстро. Тем не менее, когда нужно, выезжаешь, разгоняешься, не страшно. Машина послушная, левее, правее. Ну вы все, наверное, знаете то, что Mazda очень даже славится своей управляемостью. Ну а если у тебя в городе ситуация с дорогами намного печальней, а тебе этот автомобиль очень хочется, советую присмотреться к такому варианту, как покупка его, но потом ты ставишь 17 диск с более мягкой резиной. По идее это поможет, так как вот на форумах, например, в нашей группе очень часто пишут об этом, что ситуацию решает. Кстати, все, кто являются владельцами Mazda 6 или хотят ими стать, и у вас есть куча вопросов, к каждому видео всегда есть ссылочка в описании на нашу группу. Вступайте туда, задавайте вопросы, там вам помогут, подскажут, проконсультируют. Последнее видео про машину мы снимали 3 месяца назад. И тогда я говорил о том, что у меня повело правый тормозной диск. И при торможении появляется биение в руль. Так вот, если тогда это еще было как бы терпимо, с большой скоростью оттормозишься, разогреешь диски тормозные и появляется биение, то сейчас это уже вообще как бы очень сильное биение, тем более сейчас на улице жарище. Диски тормозные я уже заказываю 100%, я их поменяю на выходных. Вообще, хотел дождаться их для серии, ну знаете, показать, как вот девчонки покупают себе туфли, они такие ходят, выкабениваются. Ну, то же самое мы парням, хотел свои дисочки тормозные показать, колодочки, рассказать, какую марку выбрал и почему. Но сделаю это обязательно в Инстаграме, все, кто подписан на Инстаграм-канал, узнают об этом первыми. А так, в последней серии я говорил, где я их буду покупать, за сколько и что за марка. Необходимо рассказать вам про одну из полезных фишек, которая появилась у меня после прохождения технического обслуживания. Вот, смотрите, сейчас двери закрыты, нажимаю на тормоз, перевожу селектор переключения передач в режим D, двери закрываются, ставлю на паркинг, двери открываются. Появилась эта фишка, когда можно самому выбирать автозапирание. Поехал машина, набрал определенную скорость, двери закрылись, остановился, двери открылись. Режимов очень много, заходите, все управляете через многофункциональный дисплей. Наверняка многие обратят свой взор на видеорегистратор, а именно скажут, что это такое, Дима, это зачем, это же такси, это колхоз. С одной стороны, согласен, но я его в первую очередь повесил себе с точки зрения как блогер. Ну почему? Во-первых, он очень хорошо снимает, а я хочу что? Я жду как-нибудь, что будет такой сюжет из серии. Да, здравствуйте, причину остановочки назовите, кто вы такой? Но пишет он звук на самом деле хорошо, и он еще хорошо пишет очень видео. И это не реклама, пацаны, никаких ссылок, ничего в описании не будет. Я знаю, что это на самом деле марка, она распространенная, при желании любой из вас может сам ее найти в интернете. Но я его повесил для того, что когда будем какие-нибудь обзорчики снимать, буду вставлять вставки с него. Многие говорят, мол, что ты снимаешь тест-драйв, например, а снимаешь себя, нахрен ты нужен, мы хотим посмотреть там дорогу, машину и так далее. Ну вот, будет идти как вторая камера. Резина штатная, доживает последний сезон. Как я вам говорил, она шумная, но дорогу держит хорошо. Хотелось бы, конечно, на будущее лето себе приобрести резинку потише и тоже хорошую устойчивость. Во всем остальном проблем с машиной никаких нет. Все, что вылетает, как вы видите, это все гарантийные случаи. Пока что, кроме технического обслуживания, вообще ни за что не платил. Вот последнее ТО 75 тысяч по прайсу 12 тысяч рублей. Я за него отдал в районе 8 тысяч рублей, но мне сделали хорошую скидку. Как вы знаете, я никого не призываю, но все, кто приходят к моему официальному дилеру, где я покупал машину и обслуживал, они там проявляют некую программу лояльности и делают скидку. Надо, пиши в личку, соединю вас. Не надо, пожалуйста. Вот один из друзей обслуживается вообще в Туле и говорит то, что в Туле официальные дилеры берут в разы меньше, чем в Москве. Все, кто хотят в этом убедиться, заходим на официальный сайт, находим раздел техническое обслуживание, там все цены можно посмотреть. И более того, там прямо написано, что в техническое обслуживание входит. А так машину мозги мне вообще никак не делать. Ну, единственное то, что сейчас придется отвалить двадцаточку, это за тормозные диски, за комплект, колодки и замену сразу. А в остальном, можно сказать, Мазда Камри или там, например, Тойота 6 у меня. Ну, знаете, как вот они все хвалятся, что вот, залазью под капот, только надолить омывайки. Я тоже залазью под капот, только надолить омывайки от ТО до ТО. По мелочи расходники. Свечи 3000 потратил. Но 3000 это не так дорого, там раз в 75 тысяч заменить свечи, согласись. Когда я буду продавать машину, друзья, ну, пока что я об этом не думаю и не планирую это делать. Я хочу в первую очередь довести дело до конца. Раз уж взялся вести дневник машины от начала, то есть с 0 километров, надо накатать мне на ней, ну, хотя бы 1120-150 в идеале. Ну, вот если поставить меня перед фактом и сказать, вот имея полтора-два миллиона рублей, вот что бы ты взял сегодня новое, если не Мазда 6? То есть, честно, вот реально сложный вопрос. Возможно, посмотрел бы на Kia Optima в комплектации GT. Возможно, посмотрел бы на Audi A4, но вряд ли. Как бы, вот машина вроде бы симпатическая, но вот как-то душа у меня к ней не лежит. Хотя скидки на нее, как вы знаете, вообще бешеные. Точно не Ford Mondeo. Точно не какой-то паркетник. Я бы больше сегодня хотел бы седан. Возможно, пошел бы торговаться с Mercedes на какую-нибудь C-шечку, там вот в районе двух миллионов, хорошей комплектации прям такой богатой выбить. Не знаю, надо было бы смотреть, по факту сегодня езжу на шестерке и пока что об этом не жалею. И вот у меня точно такой же вопрос к вам. Вот что бы взял ты, имея полтора-два миллиона рублей, если мы говорим про седан, не рассматриваем паркетники, мы не рассматриваем Мазду 6 и мы не рассматриваем Toyota Camry? Вот что бы взял ты, напиши в комментарии. Вот такой легкой получилась данная видеосерия. Друзья, если с машиной что-то случится, отвалится коробка, взорвется двигатель, отлетят колеса, вы узнаете об этом первыми, подписавшись на канал. Я веду объективный дневник машины. Все, что с ней происходит, вы узнаете об этом первыми. Подписывайтесь на инстаграм канала, пишите ваше мнение в комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом все. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok